И еще об одном празднике. В субботу вся страна справляла третью годовщину открытия Олимпийских игр в Сочи. В разных городах прошли тематические соревнования, турниры и викторины. В кляну этот день отмечали их, конечно же, на тренировочном катке имени Владимира Григорьева. Подробности у Карины Харитоновой. Внимание! Бегом, мальчики! Маленькие звезды большого спорта. Они только недавно научились ходить, а сегодня уже бегают на коньках. Причем на время. Супер-младшая группа по шортреку. Даже обычная тренировка здесь всегда как праздник. Самые маленькие, это 4 годика. Тут у нас и транспаранты, тут родители сидели, болели за них. Главное, чтобы это хотелось детям и хотелось родителям. А мы всех принимаем, тех, кто желает к нам прийти, записаться и тренироваться. Тренироваться и побеждать. У пятилетней Златы это уже третье соревнование. Хотя на льду девочка всего полгода. Я сама захотела, но я хотела, чтобы я боролась за все силы. Ну, за кубка. Там развивается сила, чтобы я хотела болуться за все силы, чтобы два кубка. Но здесь она не ради кубков, как и еще 25 неопытных, но пытливых. Символичные три круга на катке имени Владимира Григорьева. Всероссийский день зимних видов спорта, как своеобразный обряд посвящения. Новый праздник спорта страна отмечает после триумфа нашей сборной на Олимпиаде в Сочи. Теперь каждая вторая суббота февраля посвящена всем, кто защищал тогда честь России. В их числе и наш чемпион Владимир Григорьев. Поэтому для Клинского шортрека это вдвойне особенный день. Я думаю, вот с этих соревнований мы тоже будем находить тоже свои надежды, которые будут защищать честь и страны на международной арене, и на всероссийской арене. Те, кто уже не раз показал себя на большом льду, вышли на родной каток уже вечером. 16-летний мастер спорта Данил Краснокутский уже в сборной области. Впереди отбор национальную. Праздничные 2000 метров заряжает на успех. Шортрек занимает, ну, где-то полжизни. Нужно заниматься очень сильно. Даже тут бывает не хватает подготовки для того, чтобы добраться в сборной. Нужно дополнительно заниматься дома. 15 мастеров спорта и 6 кандидатов. Результат 10-летней работы Клинского шортрека. Пять профессиональных тренеров сегодня воспитывают более сотни спортсменов. А в эти дни имена клинских шортрекистов звучат на шестом этапе Кубка мира в Минске. Карина Харитонова, Юлия Левицкая. Новости дня.